привет друзья решил все таки вам заснять показать небольшой свой вот такой вот набор что внутри покажу то пару секунд набор этот набор беру с собой всегда когда мы с компанией друзьями въезжаем на природу на реку или же в лес в общем когда собираемся на пикник что это такое сумка такая вот пошита своими руками что у нас там внутри давайте посмотрим это у нас своеобразная тренога сделанная совсем недавно до этого пользовались просто мангалом вот не данной треногой пользуемся как бы совсем совсем там буквально пару вылазок было видите она еще даже не совсем обугленная тренога сделанная толстого такого квадратного фрута предназначена для либо для большого казана либо для того что я вожу себя в конкретном экземпляре вот такая вот треножка получается грубо говоря здесь у нас хомуты поджимаем болтом и хомут и хомут благополучно удерживает треногу на месте вот как она выглядит со стороны если она чуть-чуть так вот шатается то можно поджать эти же болты и никуда она уже не денется здесь наварены вот такие вот шайбы для того чтобы если на песчаном пляже установлено было чтобы она не проваливалась под весом казана или же под весом сковороды но сковорода у нас как видите вот такая вот большая что у нас здесь есть доска для нарезки продуктов нож с длинной ручкой вот такой вот потом расскажу для чего такая дурочка лопатка для помешивания обычный нож довольно таки острый китайский мусатик для правки и вот такая вот барбекюшная вилка для того чтобы не было проблем с розжигом костра пользуюсь вот такими вот брикетами это наш украинский производитель компания если не ошибаюсь торговая марка их называется копал но вот этот данный конкретный экземплярчик фирма мне подарила это экземпляр я так понимаю они на экспорт готовят пользуемся вот таким вот одним кусочком для розжига костра если же дрова сыроват это берем два или три кусочка вполне хватает никакого дыма точнее никакого яда из дыма нету то есть все на экологически чистых ингредиентов в ссссссс Вот такой вот разжигатель производства Украина. Прекрасно работает на открытом воздухе, в поле, где угодно. Не боится влаги, работает отлично. Вот как она выглядит. Чехольчик складывается без проблем и убирается в сторону. Не так уж много он места занимает. Чехол сверху это кожзам, в середине такой себе баннерный материал. Днищем всегда кладем вот сюда, потому что днище обуглено. Ну а сам верх спорудки в более чистом состоянии. Так, чехол пока в сторону. Давайте вот так вот перемещу. Это влево, это вправо от меня. Вот собственно ставим наша сковородка на поставку. Без проблем. Обычная сковорода из диска бараны. Чуть-чуть украсила вот такими вот металлическими элементами. Дожаривается уже картофанчик. Сверху у нас уложен шашлычок по кругу. Для того, чтобы нормально, равномерно прожарить вашу пищу, например, если готовите на смальце, на сале, то кусочки сала раскладываем вот так вот по кругу. Именно из-за этого сало пускает жир и по мере надобности поступает жир в ваше блюдо. Вот мы с кумом немного поработали днем. Вечерком у нас банька и шашлычок. У некоторых даже под коньячок. Сковородку можем ставить как на мангал, так и на подставочку. За неимением подставки можно даже на двух кирпичиках использовать. Почему не использую со штырем подсередине? Была у меня практика, но крайне неудобно это все перемешивать потом. Потому что штырь как-никак мешает. Ну и там на штырю скапливается много жира, он там закипает очень часто. Итак, всем спасибо за просмотр. Да, вот эти вот элементы куплены в обычном строительном супермаркете. Ручки также кованые, немножко подогнутые. В прежних видео я показывал как это делать. Вот этого жара вполне достаточно, дабы картошечка по чуть-чуть приготовилась. Всем спасибо за просмотр. Пока, пока. Наша подставка. Благодаря такому чехлу можно без проблем перевезти в данную сковородку в багажнике автомобиля, не боясь, что она нам что-либо испачкает. Да, также чуть не забыл упомянуть, что у нас эта сковородка весит около 80 килограмм, а со всеми вот этими вот прибамбасами все 10 килограмм. Так что в руках тащить такую сковородку в поход не рекомендую. Если видео было вам чем-то полезным, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok